Традиционно с приходом весны мы наводим порядок в наших домах, дворах и, конечно, в нашем общем доме в городе. 12 апреля в общереспубликанском субботнике были задействованы коллективы промышленных предприятий и организаций, природоохранные и лесохозяйственные службы, работники жилищно-коммунального хозяйства и просто активные граждане. На субботник дружными коллективами вышли управление и отделы горосполкома. Многие наводили порядок на территории лесополосы по улице Янищец. Это одна из зон, на которую необходимо было в первую очередь обратить внимание. С тех пор, как здесь вырос новый микрорайон, проблем с уборкой стало еще больше. С рабочим хорошим настроением вышли на улицы города, чтобы убрать, навести порядок. К сожалению, погода немножко подкачала, прохладно, пасмурно, но, тем не менее, работу эту никто не отменял. К сожалению, наши граждане, если бы добросовестно относились и не мусорили на улицах города, может быть, нам бы и не пришлось это делать. Но, к сожалению, вы видите, что лесополоса захламлена, много мусора, бутылок, пэт-бутылок, одноразовых стаканчиков. Видно, что люди просто отдыхают и за собой не убирают. Это, конечно, им минус. Мы в силу своих возможностей помогаем нашему жилищно-коммунальному хозяйству. Активно трудилась на субботнике молодежь. Примыкающей к городу лесополосе уборкой занимались и активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Приносим пользу нашему любимому городу, нашей республике. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи приняли активное участие в уборке города, приняли активное участие в субботнике республиканском. То есть активисты Пинского государственного профессионально-технического колледжа мышленностроения и Пинского аграрно-технологического колледжа. Стараются, убирают, для того, чтобы принести пользу нашему городу. Отрадно, что и другие горожане не остаются в стороне от того, чтобы сделать место, где они живут, лучше. Немало и тех, кто самостоятельно занимается благоустройством своего двора. Люди уже постоянно выходят в нормальном режиме, работаем, делаем все, как вы видите, и посадку цветов, и покраску. Это не первый их субботник, который они проводят сами. По сути дела, у нас в ЖЭСа никаких проблем никогда не возникало по этому дому. Они сами все делают, единственное, что-то попросят помощи какой-то, и все. Это все они делают своими руками. Они следят, они пропалывают. Из года в год наш город все заметнее преображается, благоустраивается, хорошеет, становится гостеприимным и уютным домом для его жителей. В том, что Пинск стал таким, какой он сейчас есть, красивым, чистым, ухоженным, во многом заслуга горожан. В одном только пятом ЖЭСе таких дворов, где жильцы сами дружно наводят порядок и благоустраивают территорию, уже полтора десятка. Все люди выходят, все помогают, все мы закупаем, краску, дома управления нам оказывается действие, где чего свои материалы. Для души, для того, чтобы было красиво, для того, чтобы люди заходили. Вот ведут детей в садик, ведут в садик, дети останавливаются, смотрят, показывают родителей. Вот какие грибы, какие божьи коровки. Дети радуются. Вот приятно смотреть в окно и видеть это все. Традиция проводить подобные трудовые субботники уже стала неотъемлемой частью жизни пинчан. Она имеет и огромное воспитательное значение для молодежи, так как сплачивает коллективы. Весенний общереспубликанский субботник проводился на рабочих местах, а также осуществлялось благоустройство и приведение в надлежащее состояние закрепленных территорий и территорий города, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны. Благодаря каждому, кто принял участие в субботнике, Пинск преобразился, стал еще более уютным и красивым.